18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции. В первую очередь сделать прививку рекомендуют людям из группы риска, пожилым и страдающим хроническими заболеваниями. Вместе с тем вопрос диагностики коронавируса все еще стоит остро. Коронавирус – проблема, которая затронула абсолютно все сферы жизни для большинства людей. На сегодняшний день есть два подхода к сдаче анализа на ковид. Первый – мазок ПЦР. Метод, который зарегомендовал себя годами и имеет высокую точность. А также довольно быстрый срок определения вируса. Результат бывает готов уже на следующий день. Другой подход касается анализа крови на наличие антител. Скорость в среднем составляет 1-3 дня. И при этом выявляются маркеры ковида двух типов. Первый говорит о ранее перенесенной инфекции. Второй – о наличии инфекционного процесса в организме. В эпоху цифровизации мимо искусственного интеллекта не могла пройти столь интересная тема, как диагностика коронавируса. Одним из первых в России о приложении для определения ковида заявил СБЕР. Работа с приложением максимально проста. Сперва необходимо пройти короткий тест с ответами на вопросы. Затем записать свой голос и покашлять в микрофон телефона. Алгоритмы, работающие на машинном обучении, подскажут вероятность заражения коронавирусом. Максимально утрированно схема выглядит так. Ваш голос и кашель сравниваются с спектрограммой людей, проходящих лечение от коронавируса в больницах. Если нейросеть решает, что ваша запись слишком похожа на эти, то выдаст предупреждение. При этом медицинские работники относятся с долей скепсиса к разработке. Дело в том, что вирус размножается в организме человека несколько дней, прежде чем появятся первые симптомы. В среднем, скажем так, 5 дней. И генетический тест позволяет его идентифицировать уже через 3 дня после начала заболевания, начала инфекционного процесса. На этом этапе у человека действительно нет никаких симптомов, голос не меняется, он чувствует себя великолепно, и такие приложения будут бессильны для диагностики коронавирусной инфекции. Вообще, идея разработки подобных приложений не нова. Так, в США еще в марте 2020-го придумали чат-бота Клару, который задавал вопросы пользователю и на основании ответов говорил о вероятности заражения коронавирусом. Подобные исследования ведутся и в Казанском университете. В Казанском университете на самом деле ведутся такие исследования. Вот от Центра цифровых трансформаций под руководством Дмитрия Евгеньевича Чекрина, например, они разрабатывают собственные приложения, которые также позволяют, например, диагностировать заболевания и состояние работников на разных производствах по дыханию, по шумам во время дыхания, ну и по разным опросникам. То есть этот подход не является уникальным для Сбербанка, и в Казанском университете проводятся и собственные исследования в этом направлении. В рамках подготовки сюжета мы пообщались с пациентом, который проходит лечение от коронавируса на дому. Он нам рассказал о своих первых симптомах. Носите маски, укрепляйте иммунитет и при первых признаках ОРВИ оставайтесь дома. Александр Фирсов, Виолетта Басова, Радик Загедулин, Универньюс.